В рамках Дней инноваций в Мурманске прошел семинар для будущих предпринимателей. Ведущий эксперт из Петербурга рассказал участникам о том, как привлечь средства для реализации собственных бизнес-идей. Причем программы финансирования реализуют не только российские, но и зарубежные фонды. Среди инвесторов по-прежнему самыми успешными считаются коммерческие проекты в областях био- и нанотехнологий, а также энергосбережения. Но есть и примеры другого плана. Например, молодой компании Санкт-Петербурга, занимающейся порошковой металлургией, удалось выйти на международные рынки, и это при жесткой санкционной политике. Сейчас предприниматели выпускают штампованные диски для формульных болидов и комплектующие для самолетов Airbus. 90% их продукции идет на экспорт. По словам специалистов, получить денежную поддержку не проблема. Гораздо сложнее найти конкурентные преимущества и перевести свою идею в реальную плоскость. Так, благодаря фонду Ботника, обычные студенты могут получить от 400 тысяч до 10 миллионов рублей. Эти средства даются в виде грантов на невозвратной основе. Мне кажется, что сегодня регионам делается очень много. Я вот три года не был в Мурманске, смотрю, очень много изменений. По инновационной сфере я скажу так, что та декларация и то, что сегодня проводят и правительство Мурманской области, и все структуры, которые сегодня объединились в Дне инновации, я скажу так, что регион как минимум попадает в первую пятерку по желанию создать площадку. Продолжение следует...